Выпьем же медведь, это символ Берлина. Но на самом деле город выглядит вот так вот. Это надо взять, это может пригодиться. Похож? Завтра будем прорываться через границу. О, смотри, мы такие на трудах делали. Смотри, как шикарно. Здравствуйте, меня зовут Алексей. И мы оказались на немецком Блашином рынке в центре Берлина. Блашином рынке это давнейшая немецкая традиция. Здесь продаются и покупаются очень интересные всякие подержанные вещи. В данном случае очень много антиквариата. Очень много красивых статуй, украшений, старых часов, картин. Ух ты, смотри, какая правосудие. Классно, красивая. Железный жук. Он действительно классный такой, железный. Сюда можно какие-то украшения ложить. Очень приятно в руках держать такой материал. Тяжеленький такой классный. Красивые копии скульптур. Если сравнивать Берлин с Гамбургом, то в Берлине Блашином рынке гораздо интереснее здесь. То есть в Гамбурге, как правило, какой-то хлам продается на Блашином рынке. Новая зима. Это классический штатив для видеосъемки 60-х годов. Тяжелый чугунный. Это камера из будущего. Это с 22 века. Это, короче, нажимаешь и телепортируешься. Хотя где у него спуск, тут даже непонятно. Слан. Очень приятно на руках держать все такое. Мешки для бабла. Мешки для военной почты. Немецкие корабли во Второй мировой войне. Пленные. Ух ты. Это кто у нас? А, Шорнфорст. Это один из самых больших линкоров немецких. Вот это мне нравится. Просто и прикольно. Шуба в Германии, на самом деле, не приветствуется. Потому что это убийство животных. У меня размер 48. Во-первых, как красиво это смотрится. Паруса. Потому что они еще слоеные вообще, обалдеть. И мягкие. Это не оригинальные. Субтитры делал DimaTorzok